Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях молодой автор, прозаик, член Союза писателей России Алина Осокина. Рассказы Алины Осокиной опубликованы во многих известных российских журналах и, конечно, на страницах журнала Симбирск. В июне этого года в творческой жизни Алины Осокиной произошло большое событие. Она награждена премией имени Ивана Александровича Гончарова. Мы поздравляем Алину Осокину с этой наградой и с удовольствием предоставляем слово молодому автору. Меня зовут Алина Осокина. Я прозаик, член Союза писателей России. До сегодня я расскажу немного о себе, о своих произведениях и о деятельности Совета молодых литераторов Ульяновской области. Я родилась в Ульяновске. Семья моя никак не связана с литературой, то есть я, скажем так, первопроходец в нашей семье именно по литературной части. В 2020 году меня приняли в Союз писателей России. Я опубликовалась во многих литературных журналах. Первым опубликацией была в журнале Симбирск, в рубрике «Молодые голоса» по итогам конкурса «Первая роса». Затем сейчас уже опубликуюсь и в толстых журналах литературных, это и журнал «Север», который выходит в Петрозаводске, журнал «Наш современник», известный наш один из старейших толстых журналов. Это и журнал «Сибирские огни», который выходит в Новосибирске, тоже один из самых знаковых журналов в нашей истории. Также опубликовалась в различных сборниках. Ну, это я надеюсь, что осенью выйдет у меня первая дебютная книга рассказов. Также я являюсь лауреатом многих конкурсов этой премии. Это и конкурс нашей премии «Первая роса», которая в Ульяновской области учреждена, областная премия для молодых литераторов. Я являюсь лауреатом различных конкурсов и всероссийского масштаба этой премии Александра Козинцева, которая учреждена в Москве. И в этом году я стала лауреатом премии имени Ивана Александровича Гончарова. Это, наверное, самая престижная, самая такая знаковая премия для нашего региона. Она имеет международный статус. Ну, я хотела много еще рассказать о своем творчестве. Что я представила, собственно, на саму премию – это цикл рассказов, который называется «Предиюнье». Все эти рассказы, они публикованы в периодической печати, и я надеюсь, что книгой тоже они и выйдут обязательно, эти рассказы. Узнаю, о чем вообще рассказывают. Часто спрашивают, о чем твои рассказы, о чем ты пишешь. Это, наверное, самый сложный вопрос для писателя – сформулировать, о чем ты пишешь. О чем писал Толстой, о чем писал Достоевский, как это сформулировать, о чем. Это же такое довольно большое явление. Мне очень понравилось, как написал Виктор Никитин, воронежский писатель, в моих рассказах. Он писал, что они о вечных вопросах бытия. Я вот эту формулировку в себе забрала и всегда ее использую. Действительно, мои рассказы – они о вечных вопросах бытия, о жизни, о смерти, о любви, о дружбе, о отношениях внутри семьи, между людьми. То есть самые-самые разные вопросы они затрагивают. И вот когда я думала, как собрать рассказы воедино, потому что это сложно, когда у тебя разорудены рассказы, как-то их выстроить нужно, какую-то такую магистральную тему выбрать. И вот мне пришло в голову такое вот слово «Предиюнь». Мне сказалось, что это красиво, такое вот необычное, интересное, что-то метафоричное. Я написала такой рассказ, который называется «Предиюнь». И вот он, в общем, этот рассказ и дал название всему сборнику. Что такое «Предиюнь»? Это не логизм, такого слова не существует. Вот для меня это такое состояние, состояние природы, вот когда вот-вот-вот сейчас наступит лето, наступит июнь. И такое ощущение красоты, ощущение, что вот сейчас наступит счастье, сейчас что-то прекрасное произойдет. Это больше такое именно интуитивное ощущение, которое, я думаю, испытывали многие. И, собственно, сами рассказы, они выстроены по принципу времен года. То есть начинается все у нас с лета, вот рассказы, затем у нас идет после лета осень, после осени зима, и все заканчивается весной. Это понятно, что весна – это наше самое любимое время года, когда вот все оживает, природа, все расцветает, деревья, зеленые листья появляются, цветы. И вот мы ждем, 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 что вот сейчас наступит что-то прекрасное. Мы все живем в ощущении счастья. Наверное, о всех рассказах я рассказывать не буду, да, с претендентом тавтологии, но я вам прочитаю как раз этот рассказ предиюнь, он небольшой. Артем вставил ключ на весной замок. Тот кряхтел, упирался, ворчал, но все же подался. Молодой человек дернул дверную ручку и выпустил наружу мертвенно-душный запах старого деревянного дома. Он настиж творил дверь, чтобы весенняя безудержная свежесть поскорее ворвалась внутрь и вытеснила запахи отступившей зимы. Артем сделал пару шагов назад и окинул взглядом в зеленоватый билетный дачный домик. В детстве он казался таким большим, а теперь дом съежился, как одинокий заброшенный старик. В детстве Артем все лето проводил на даче с бабушкой и дедом. Больше всего он любил прятаться среди высоких колючих кустов малины и отправлять одну с другой спелые ягоды в рот. Еще мальчик любил ходить с дедом на рыбалку на соседние озера и в лес за грибами и ягодами. Бабушка такие походы не одобряла. Она окидывала сердитым взглядом корзины и выговаривала деду. В огороде дел полно. Грядки не прополутые, огурцы не собраны, картошка не окучена, они мотаются. Как все это перерабатывать будет? В эти моменты мальчик установил засос обидно. Через много лет он не вспомнит, сколько ведер огурцов было собрано и сколько банк солений отправились в темный холодный погреб. Но забудовшаяся леска и наденный первый белый гриб навсегда останутся с ним, как цветные снимки в фотоальбоме. Назоревым пчелом и милиным роем загудел телефон. Артем взял трубку. «Ну что там, посмотрел дачу?» отлазил голос Риты. «Только приехал», — ответил он. «Ну давай, не будьте отвлекать, только постарайся быстрее закончить». «Стараюсь». Артем засунул телефон в карман джин и вышел в дом. На миг ему показалось, что он попал в пещеру старьевщика Либабы. Старые заплатанные плащи и куртки висели на гвоздях. К стене прислонилась ржавая велосипедная рама. В углу грудой были навалены обмякшие пожелтевшие книги, годившиеся теперь разве что для розжига огня. В косившемся буфете прятались чашки инвалидов с отхолотыми ручками и тарелки со шрамами трещин. Бабушкой с детом редко что-то выкидывали. А служившим вещам даровалось дачное бессмертие. Артем еще раз окинулся взглядом в горы хлама, прикидывая, сколько мусорных мешков может понадобиться, чтобы вывести все это на свалку. Глаз зацепился за спущенный черно-белый футбольный мяч, притаившийся под раму велосипеда. Артем сразу же вспомнил, как играл тем мячом в футбол с соседским мальчишкой. Кажется, его звали Костя или Кирилл. Сосед вставал между двух камней на ворота, а он был по мячу и радовался, когда удавалось забить гол. После дачной попытки менялись местами. Всего лишь старый спущенный мяч возьми в руки, тут же рассыпется. Но Артем глядел на него и улыбался, как к старому приятелю. Дачные поездки закончились вместе с детством. В старших классах родители переехали в областной центр. Новые знакомства, друзья, подготовка к поступлению в университет так захватили юношу, что он выбирался на дачу к бабушке с дедом все реже и реже. А дальше вереницы потянулись учебы, летние практики, работы, женитьбы. И поездки на дачу стали восприниматься как неприятная, никому не нужная беззаловка. «Отказ вам эта дача?» любил потреть Артем, когда его звали что-то копать или вывозить. «Можно все на рынке купить, еще дешевле выйдет». «Молодой, еще не понимая, что свое стало лучше», отвечала бабушка. Дед в это время хитро улыбался и был непонятно, на чьей стороне. Да, Артем был слишком молд, чтобы понять, что дача была для стариков не подсудным хозяйством, а чем-то больше. Еще ему казалось, что бабушка с дедом будут рядом всегда, что в любой момент сможет навестить их, обнять, познакомиться с невестой, показать правнуков. Сначала на Пасху ушла бабушка, через полгода дед. Только Дарте он понял, что потерял не просто двух стариков, а часть себя. И эта боль останется с ним на долгие годы. Когда он сам станет отцом, в памяти той и делок в калейдоскопе будут появляться причудливые узоры пестрого дачного детства. После смерти стариков дача оказалась никому не нужна. Все пытались избавиться от нее к ненужной рухляде. Несколько лет дача зарастала травой, так и не найдя себе новых хозяев. И вот в конце мая объявились покупатели. Деньги давали небольшие, но Артем был согласен на все, лишь бы забыть о даче навсегда. Осталось проверить чердак. Артем по приставленной лестнице залез наверх. Там валялись старые одеяла, служившие когда-то постелью, и пожелочевшие газеты, на которых бабушка сушила травы. Артем был уверен, что чердак до сих пор хранил горьковатый пряный запах растений. Он глубоко выдохнул, пытаясь поймать этот запах, но закашлялся, то ли от сырости, то ли от нас от кислорода. Артем поспешил на воздух. Веседня свежесть проникла в его легкие, загружила голову и трелась по венам. Сразу стало легко. Артем сел на покосившуюся лавочку и осмотрелся. Цветущие деревья из свадебного наряда на твердую, нетронутую, отдохнувшую землю. В воздухе плыло теплое майское предиюне, предвестник жаркого лета. Снова же жужжали пчелу смартфона. Рита волновалась и посылала одно с другим сообщение. В любой другой ситуации Артем бы растердился на жену, сказал же, что постарается быстрее разделаться всеми делами. Видела бы Рит, как у деть бардак, не стала бы дергать его каждый час. Хотя теперь она легко умирилась с излишней тревожностью беременной жены. Через неделю на свет появится его сын. Интересно, каким он будет, какое слово скажет первым, когда сделает первый шаг. А потом представим, как его сын пробежит к колючему кусту малины и потянется крупной спелой ягодой, которая будет уворачиваться и не даваться малышу. Может, все-таки поторопился, избавиться от дачи, потому что она еще послужит ему добрую службу его семье. Притерное, цветочное предиюнье кружило, дурманило голову, заставляя забыть все горости и страхи и думать лишь о грядущем счастье. Артем достал смартфон и позвонил покупателям. Простите, но дача больше не продается. Вот такой небольшой рассказ, он венчает сам сборник. Но я хотела бы сказать еще несколько двух рассказов, которые также публикованы в различных журналах. Наверное, самая такая знаковая для меня публикация в журнале «Наш современник» она вышла в восьмом номере. «Наш современник» это журнал, который не нуждается в представлении, то есть это один из крупнейших федеральных толстых журналов. Это журнал, который выпускается под эгидой Совета специалии России, то есть туда попасть довольно сложно. Мне повезло как раз по итогам премии Александра Ивановича Козинцева этот рассказ «Там, где нет войны» был публикован в этом журнале. Еще скажу пару слов Александру Ивановичу. Если не то, что человек, кто это вообще такой, многие не знают. Это писатель, он поэт и прозаик. Он очень долгое время был редактором журнала «Наш современник». Но, к сожалению, во время ковида он ушел от нас. И мне посчастливилось быть один раз на семинарию у Александра Ивановича и обсуждать у него мои рассказы. Тогда, может быть, не очень хороший когда произошел разбор, для меня давно так показалось. Но тем не менее, Александр Иванович такой очень человек открытый, довольно добрый. И вот он мне запомнил с очень хорошей стороны. И я, конечно, была рада, когда получила премию его имени. И вот рассказ «Там, где нет войны». Это рассказ такой довольно сложный. Он о событиях на Донбассе. На Донбассе как раз он вышел уже после того, как началась специальная война и операция. Хотя, конечно, с этим событием не так сильно этот рассказ не связан. О чем же этот рассказ? Это рассказ о городе Луганске, об августе 2014-го года. То есть, как этот город был, скажем так, как постоянно его бомбили, его обстреливали, как выживали люди в этом городе. Почему я вообще к этой теме обратилась, почему написала этот рассказ? В 19-м году я ездила в город Луганск, в рабочую командировку, и там вот познакомилась с людьми, то есть нас возили. Такая самая обычная экскурсия по городу, да, обычно, как возят на экскурсию. То есть показывают памятники, замечательности, здания. Нас возили, нам показывали вот именно следы, которые остались после вот обстрела этого города. То есть и там и памятник, памятник погибшим детям. Ну, конечно, такое очень сильное впечатление произвела, произвела эта поездка, и общались с людьми, которые вот пережили это время, вот их, как раз, их впечатления, их рассказы, они легли в основе этого произведения. То есть здесь, в центре этого повествования три женщины. То есть это девочка Марта, подросток, которая, вот все одноклассники ее разъехались, она практически одна из класса осталась вот в этом городе. Ее мама, которая работает в библиотеке, которая тоже не может уехать, не может, уже не платит зарплату, то есть все так, страшная ситуация, нет еды, ничего, но все равно ходит в свою библиотеку, ходит на работу и продолжает общаться с читателями, редкими, которые приходят в эту библиотеку и продолжает работать, несмотря ни на что. и третий персонаж, это третья женщина, лица которой ведется повествование, это журналистка, московская журналистка, которая вот увидит по телевизору то, что происходит, для нее это является полным шоком, то есть она не привыкла к такой жизни, она ничего не знает о такой жизни, вот она решается поехать в Луганск и посмотрели с другими глазами, то есть что же произошло, что происходит на самом деле, и вот для лица этих трех героинь ведется повествование в этом рассказе. Еще один рассказ тоже очень знаковый для меня, опубликован он в журнале «Север», это тоже такой довольно известный журнал, издается он в Петрозаводске, то есть очень активный здесь редактор Елена Петелянин и уже очень много лет этот журнал проводит конкурс для молодых писателей, называют он «Северная звезда» и вот выбирают они пять победителей, пять победителей в просьбе, пять победителей в поэзии и вот несколько победителей у них еще бывает в номинации эссе, эссе и критика. И вот мне повезло быть лауреатом этого конкурса с рассказом «Надя». Этот рассказ опубликован в этом журнале, журнале «Север». Это тоже такой рассказ довольно сложный, вообще-то рассказ он является лауреатом других конкурсов, он опубликован еще и в журнале «Литература», то есть можно в сети его найти совершенно спокойно, рассказ называется «Надя». Он тоже такой довольно сложной ситуации жизненной, когда женщина, которая работает в роддоме, муж у нее там же в роддоме работает, и вот они потеряют взрослого сына. И происходит суд, и в общем-то человек, женщина, которая сбила насмерть их сына, ее оправдывают, и проходит какое-то время, и оказывается, что, ну, так сказалось обстоятельство, что вот эта женщина, она привозит в их роддом свою дочь. И вот главной героиней Надя очень сложное чувство, что вроде бы она ненавидит этих людей, и вроде бы, ну, эта девушка-то, и ее ребенку на нее ничего не виноваты, и вот такое довольно сложное у нее внутри происходит изменение, которое заставляет ее вот выйти из своего какого-то такого вот состояния, когда находилась в неком вакууме, и вот найти себе именно эта ситуация ей дает силы, силы найти, силы, чтобы жить дальше, чтобы как-то, в общем-то, вернуться к обычной своей жизни. Вот, но очень долго уже я рассказываю, наверное, о себе, нужно рассказать и о других. Я работаю в Дворце книги, это Ульянская «Запасная библиотека», работаю в краеведческом отделе. Наш отдел, конечно же, хранит в себе множество и множество книг ульяновских авторов. Это и древолюционные издания, современные издания, и также у нас есть несколько ресурсов краеведческих, это и «Журавли памяти», где мы выкладываем информацию о участниках Великой Отечественной войны, это и краеведы Ульяновской области, где мы выкладываем информацию о краеведах наших, это и конечно же, наверное, такой самый популярный наш ресурс, это литературная карта Ульяновской области. И еще я являюсь заместителем председателя Совета молодых литераторов Ульяновской области, это организация федеральная, то есть мы являемся отделением этого, ульяновским отделением этой организации всероссийской. В осень мы отметили пятилетие уже нашей организации, конечно же, строилась она очень сложная, то есть люди приходили и уходили, то есть был какой-то небольшой костяк, который всегда оставался, но люди менялись, то есть кто-то приходил, кто-то бросал, кто-то новый приходил, кто-то уезжал в другие города, опять новые приходили люди, то есть такое, есть такое бурление, и вот уже, наверное, года три мы такой-то, у нас такой уже обросли мы таким неким скелетом, вот наш скелет, и где-то у нас человек на 30 постоянных таких вот авторов, которые так или иначе с нами связаны, чем мы занимаемся, то есть не просто собираемся, не просто у нас какой-то кружок по интересам, а это действительно такая серьезная организация со структурой, с деятельностью, конечно же, самое главное, это наша литературная студия ЛИК, и наша литературная студия, собираемся мы во дворце книги примерно раз в месяц, наша театурная студия стала лауреатом всероссийского конкурса «Лизосфера» всероссийского конкурса, что мы-то делаем на этой студии, то есть мы собираемся, мы обсуждаем произведения молодых авторов, да, потому что, ну, для молодого, начинающегося с автора всегда очень сложно найти, а кому же показать, а какую обратную связь получить, то есть, а вообще, что я пишу, зачем я пишу, что обо мне думают другие, как раз вот мы эту обратную связь даем. Собираются настолько молодые авторы, то есть, ну, среди наших авторов уже есть такие довольно, несмотря на молодость, довольно маститы, то есть у нас в нашем совете пять человек уже являются членами Совета России, уже у людей и премии, и книги, и, в общем-то, много всего, и прошли множество сами совещаний, различных семинаров, и, в общем-то, можем дать такую довольно объективную обратную связь. Обсуждаем мы прозу, поэзию, всегда мы ждем, что когда-то к нам придет критик, потому что писателей много, а вот критиков у нас не хватает, так же, как и полицистов, и эссеистов. Вот очень, конечно, надеемся, что все-таки этой ситуации изменится. Так что, если нас смотрят молодые авторы, пожалуйста, всю информацию о нас можно найти в соцсетях, ВКонтакте, у нас есть специальная группа сайта молодых литературных Ульяновской области, то есть все наши проекты, все наши объявления там можно найти. И немножко о проектах расскажу, да, сейчас вот благодаря поддержке, федеральной поддержке Росмолодежи и нашего Ульяновского Дома молодых, мы должны реализовать в сентябре три довольно-таки интересных проекта. Первый проект это мастерская молодого писателя Платиновый век, она состоится в конце августа, 25-27 августа, это будут как раз семинары для молодых поэтов-прозаиков, могут у них принять участие как авторы из Ульяновска, так и авторы со всей России, молодые, до 35 лет, то есть нужно только запрессовать заявку и свое произведение, также вся информация есть в нашей группе ВКонтакте, можно ее найти, все объявления, все формы заявок, все правила там прописаны. И еще один такой момент, в сентябре у нас должен быть очень большой, грандиозный издательский проект, должен тоже реализоваться, который называется Библиотека молодых, должны выйти несколько сборников молодых авторов, тоже я думаю, что мы об этих книгах когда они выйдут, подробнее поговорим. и третий проект, это наш студенческий конкурс «Пиши не в стол», который мы проводим для студентов среднеспециальных и высших учебных заведений, мы уже провели два таких конкурса, то есть довольно талантливых ребят мы нашли, это и Марионесса Рождественская, она же Волкова, довольно интересный, совсем молодой поэт и прозаик, молодой бард, Владислав Тихонов, тоже, открытие нашего конкурса, вот, эти ребята, которые стали лауреатом, они уже публиковались в журнале Симбирск и в прошлом году, и в этом году, и вот в этом году мы получили поддержку и будем проводить не просто конкурс, не просто награждение, а будем проводить для них образовательный интенсив, то есть также будут у нас, приедут к нам мастера из, возможно, даже из Москвы или из других городов, которые будут обучать совсем-сотемь юных, молодых авторов. Также еще такое важное направление нашего молодых литераторов, конечно же, мы не только обучаем авторов, не только что-то им подсказываем, поддерживаем их, мы их отправляем на различные совещания, сейчас огромное количество всяких мастер-классов, мастерских, фестивалей для молодых авторов, у нас авторы были и на фестивале Миничников в Самаре, и в Москве были на Химках, это ежегодно такое большое совещание Союзописателей России, были и на совещаниях Ассоциации Союзописателей Издателей России, были у нас и в Уфе на фестивале Корифея, где только не были наши авторы, уже где только они и не, и в различных журналах у нас печатаются авторы, например, одни из последних публикаций, это журнал Веретинок, Ленинградский молодежный журнал, с которым мы очень плотно сотрудничаем, это и журнал Журнал Литература тоже, это электронные издания, с ним мы сотрудничаем, в журнале Новый Орел 21 век также публиковались наши поэты, в общем-то, ну, многие-многие издания, конечно же, и вот по итогам, то есть по итогам года мы обычно на Семьерской книге в такое большое мероприятие мы презентуем те публикации, которые вышли у наших авторов и, конечно же, то же самое, может быть, самая главная наша площадка это, конечно, журнал Симбирск и там есть постоянная рубрика «Молодые голоса» и где публикуется наш писатель, то есть, например, в июне вышел большой номер и там мы сапликованы и лауреаты первой росы, прекрасный поэт Артем Прошин, настоящее открытие вообще этого года, то есть это человек, который писал стихи, как-то в своем таком мире варилось, он еще не только он поэт-ночный врач, еще он и на гитаре играет и поет, такой, ну, очень талантливый человек и вот в 35 лет он открылся, да, оказалось, что у него такая, ну, такая довольно зрелая поэзия. Вот, отметили его и на Первой России, отметили его и на конкурсе и на конкурсе «Волжские блага», висконкурс «Православные литературы», вот, а также у нас опубликован рассказ Ильи Разумовского, рассказ «Гость» называется тоже, Илью мы, вот сколько, три года мы уже его знаем, он как раз тоже пришел в нашу литературную студию лик, и мы и разбирали его рассказы и все, и как-то вот человек, ну, смотришь на человека, ну, вот у него есть какое-то свое видение мира, есть вот некий свой внутренний стержень, какой-то свой стиль даже, но что-то, вот что-то не хватает, и потом, вот рассказ «Гость» для меня, вот тогда был прорывом просто для Ильи, потому что он необычный рассказ, там есть элементы какие-то такие мистические и элементы реализма, то есть довольно такой рассказ интересный, заслуживающий внимание, и недаром он стал с тем рассказом «Илья стала лауреатом первой росы». И были кованы также небольшие миниатюры Виктории Варфоломеевой, тоже довольно девушка такая, она необычная, она пробовала себя и в стихах, и в просьбе, но, на мой взгляд, вот именно в миниатюрах она смогла вот какой-то на такой нащупать свой стиль. Миниатюры у нее коротенькие, но такие они емкие, интересные, образные, и это тоже какое-то некоторое, скажем так, некоторое направление в литературе, да, мы все знаем Лидолю Никитину, которая пишет миниатюры, но вот у нас появилась еще Виктория Варфоломеева, которая тоже в этом, скажем так, в этом жанре преуспевает. Дорогие друзья, спасибо большое за внимание, я бы хотела пожелать вам всего самого хорошего, читайте книги как современных авторов, так и классиков, ульяновских авторов, будьте счастливы, здоровы, до новых встреч. Дорогие друзья, мы благодарим Алину Асокину за участие в нашей программе. В журнале «Симбирск» номер 4 за 2023 год читайте рассказ Эдель Вейс Алины Асокиной. Мы желаем молодому прозаику дальнейших успехов, творческих побед. И, конечно, мы вместе ждем выхода ее книги, которая будет называться «Пред-июнье». Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok